друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play мы продолжаем проходить биомутанта и скорее всего в этой ну не в этой серии скоро будем его заканчивать думаю что вместе с этой если считать две-три серии вот как я думаю справляемся мы к кислом послушаем что он хочет нам сказать и запеть то же самое это абсолютно все чем говорил скажет все то же самое народ на ковчег мы собрали не знаю имеет ли смысл мне кажется для того чтобы полностью увидели эту игру как то что она из себя представляет необходимо сюжетку разбрасывать по всей территории раз второе задание с сюжетной разбрасывать везде они вот так вот ужас кис говорит что нам еще предстоит разбираться с последствиями войны но сейчас есть дела поважнее ату алла я пока ты пытаешься положить конец войне последний мироед безнаказанно уничтожает древо жизни аукетова то на отцу и амана он думал что твоя светлая аура и ци заставить тебя расставить приоритеты по-другому и сразиться с мироедами вместо того чтобы ввязываться в войну племен заскриптованный текст несмотря ни на что уже скис благодарен тебе за то что война племен окончена это дурак бубу я буду уже скис понимает что дорога была нелегка но теперь то ясно что конец путешествия легким тоже не будет не будет бубу ты боку только тебе хватит сил чтобы одолеть последнего мироеда его вон будущее племен зависит от кого-то вроде тебя кого-то кто идет путем света и сможет дать этому миру шанс выжить только время покажет что нас ждет в будущем и принесет ли она прочный мир тем кто доживет до конца уже скис говорит что вести о твоих подвигах расходятся во все концы и в местных жителях еще теплится надежда он очень ценит твой вклад но к сожалению ему пришло срочное сообщение с северо-запада от его приятеля фьюти он не вполне понимает твои намерения но надеется что ты поддержишь фьюти он говорит что укажет тебе нужное направление но найти все это понятно это нет добру интуиция уже скиса не обманывает кинофырк на очереди уже скис говорит что фьюти волнуется потому что северо-западный мироед в последнее время особенно активен понятно он поясняет что фьюти работает над аппаратом для плавания под гладью который поможет добраться до мироеда но ему нужна помощь пьюти жестянщик уже скис предлагает тебе как можно скорее отправиться на северо-запад и вот он счастлив помочь все и пошел кучу это за это жестянщик новое задание еще серьезным 2000 мне даже туда перемещалки нет ну короче с быть все то же самое ну а почему под водой то они сделали был внизу легко заблудиться был на воде был в мертвой зоне на роботе и на скакуне чтобы не в воздухе сделать и пол на воде в воде одна хуйня и так прям вообще ничего нет ну как же так я живу здесь где-то бегал ладно пойдем отсюда мне просто на самом деле интересно чем все это закончится ну типа зачем мы народ на ковчег собирали логично если на ковчег собираем если будет очень совсем пиздец тут же вроде все норм мы спасли мир за си а это ладно давай до него добежим нам еще корень нужно вылечить куда получается направо на право вон туда курить и чуть задание не подсветилась ну сейчас то же самое какую-нибудь дадут нам подводную лодку на подводную лодку нужно собрать улучшение или варианты костюмизации и потом воевать с боссом точнее сначала еще каких-нибудь мелких собрать короче все ясно все понятно еще одно поле боя когда-то тут много чего было а ты кто теперь ничего нет а тебя можно убить хочу тихо пышка не показывать джунгли могучий джунгли прекрасно погодили с тобой поговорить можно ты кто понятно босс он че-то ебать топ да конечно мы мироедов завалили а то тебя не завалим он мощный такой он жирный короче бьет нормально так а чё ты тут такого охранял и зачем я тебя убил ты же никого не трогал странно здесь есть деревца но по факту тут больше ничего нет давай лови его поймал рубеж 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 поле 10g точно тут ничего нет да прям сто процентов ничего нет странно он погнали дальше убили чувака ни за чё прямо лава мне кажется тут пофигу кого уровень и 10g интересно тут кто-нибудь что-нибудь пережил мне кажется тут пофигу какой отличная добыча какой у тебя уровень слегка потерять счет времени не ну как бы по старой привычки зайдем осмотримся кто тут давно мы не пользовались тел завалил эти какие-то никчемные я думал тут большой конь босс будет так мы пришли вон оттуда это пилотка так мусор короче тут огромное количество шляп у одного из разработчиков видимо были с этим трудности в детстве не было шапки а ты как и незаметно обойма так ну пойдем дальше удивительная вещица то нет действительности то то нет так тут чего плита что это такое холод уровень мусор короче в общем то и целом что особо ничего полезного нет дополнение анкерный болт это когда не видишь ничего вокруг легко заблудиться намечено какой-нибудь насадить такую штуку так и у меня есть причем даже красная по моему тут чё давать соломенный жилет с поясом кстати если его улучшить возможно он станет лучше чем тот который есть я бы не хотел на самом деле жилет а вот тут к сайт под сократили где себе этот мощь навоз похоже никто не открывал мощь что такое мощь навоз крут с этим мечом вообще в разы становится еще силу прокачал на все еще силу прокачал он нормально вообще рубит какой-то молоток кстати окно раз зашли да возьми ты все неинтересно ну-ка вот таких тоже типа можно собрать какое-то количество сундук тут ничего интересного ночь вот время когда надо красться он куда-то туда я так понимаю что мы насквозь прошли выбрались наверх горы что ли тихо не падаем а вон там я вижу все сила ты не хочу разбивать ладно идем вот тут куда идти то куда идти то да здесь направо можно напрямую к нему пройти типа как то так что ли давай лови его поймал так нельзя не забыть напомни про корень исцелить еще одну штуку и этот мне кажется из всех которые был самый быстрый хотя может мне кажется колени телепортер посмотрим а ну понятно почему у меня здесь ничего не открыто здесь же этот держись за зверюгу покрепче и не отпускай здесь аванпост соперника а мы это прям сократили сократили поэтому здесь все и не были ну я ненавижу аванпосты какой бы игре это не было я думаю мало кто их любит они все однотипные еще четыре и опять же таки я ими не пользуюсь и живот в играх прибойная фабрика раз уж ты тут глянь нет ли где посмотрим есть же в играх тихо 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 посмотрим что там на карте то кто это мироеды понятно в рпг допустим да ты берешь какой-то определенный класс ты можешь допустим там мечника грубо говоря воин какой-то это что такое за столица это шахмата мечника ты можешь конечно кастовать магию взгляни на эти объявления похоже их давно уже никто не просматривал но не так как маг не подалеку фьють должен присматривать за своими губ при бойная фабрика была одним из самых чистых способов производства энергии пока гладь не покрылась слизью которая все забила да энергия получается когда сила движущейся глади перерабатывается во всплеске напряжения иногда наука выглядит совершенно невероятно здесь точно должны быть еще следы может посмотришь на берегу может и посмотрю пойдем сгоняем куда идти то ой 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 что горит по назад серьезно время в темноте летит незаметно ой ну чё б там не был пойдем посмотрим раз уж взяли задание это лось и так делают нам это нужно обойти если я правильно все помню по карте сам этот город нам не надо соваться почему сейчас быстренько посмотрим может быть там еще одна еще одна штука для автоматона как он внешне внешний вид если да то хорошо пошли нифига себе даже под всей этой слизью тебе удалось его найти это место раньше было полно силы в какой-то мере она и сейчас ею полно для этого нужно было бы убрать всю слизь очередной след а ты молодец на по отрадно видеть что теперь тебя интересует кто-то кроме тебя и морозный колосс обещай смысле а вы типа на меня не нападаете а тут много глянь предметов раз вы на меня не нападаете это прям даже еще лучше бу легендарный у нас есть лучше жизнь непростая игра с какой стороны не взгляни ли чо тут ничего тут ничего главное ничего не пропустить вот например вот вот завиток такой у нас есть на пистолете вам стоит на каком-то ими не пользуюсь и я еще дальше есть а там дерутся мы еще один давай вот этот возьмем и там еще один был поворот за куток я подумал что они скорее всего соединяются но они почему они на меня не нападают тут вообще ничего не а вот те следующие думаю будут нападать ой да хорош по идее вы морозные ребята у вас у вас урон должен быть от огня повыше повышен а почему эти то напали ведро голова легендарная кстати говоря налево направо тут завал пойдем направо ебать это попозже попозже сходим на этом большая локация надо еще не забыть что мы здесь лифт каждый день кажется что все случается одновременно ебушки воробушки как много все он давай тут просмотрим тогда я думаю что скорее всего мы здесь выходить будем хочу светится здесь огненный модуль это все для по моему для винтовки если я не ошибаюсь можно было бы чем типа того собрать но не охота это тут так трясется баба я сначала большого потом мелких мне кажется здоровый отлетел быстрее чем эти а тут еще развилка дополнение так мы оттуда пришли здесь еще проход здесь но допустим ладно грин машина такой грин машин зеленая машина плунжер вантус ох так оттуда пришли туда пошли а здесь ничего нет да ой чуть красненькая юбка еще мне кажется у нас такой есть но он даже по моему с это морозом а чё я где еще не нашел я живет еще не нашел еще два есть так и я предлагаю пойти на выход вот круто ебать опять же таки из того что мы нашли они в принципе норм но и все больше мне об этом сказать то и нечего засечь тут опасность не просто не просто я согласен так перемещаемся сюда и идем к этому к жестянщику а чё там доска то опять мигает мы же ее только что просмотрели что такое блять печатная машинка сам самопишущая фьють ну да он типа как он там доктор октавиус фьюглиш не самый легкий язык но мне кажется он говорит что рад тебя видеть в наши дни не так много дружелюбных лиц говорит что рад снова тебя видеть его зовут фьють может быть ты помнишь его со стародавних времен когда он пускал тебя за штурвал октопода нет фьють помнит тебя жизнерадостным детенышем он рад что этот свет с годами в тебе не угас меня фьють понимает все это было давно и воспоминания становятся тем мутнее чем глубже в них погружаешься друзья для этого и нужны с ними и на глубине легко это была трагедия но то что тебе пришлось уйти тоже в каком-то смысле трагедия просто чудо что тебе удалось выжить там в одиночку говорят это нелегко фьють говорит что наша память хранит воспоминания и защищает их пока мы не будем готовы встретиться с ними вновь он знает что твое возвращение связано с люпу с люпином и ваше столкновение неотвратимо как прилив уже было он не удивлен что утрат родных и близких может навеки ввергнуть в пучину но тебе это всегда удавалось всплыть на поверхность говно чтобы не тянуло тебя на дно он знает что волны истории могут толкать я могу простить они все у них у всех одни тяжелую это у тебя отняли нормальную жизнь и семью и ты с тех пор расхлебываешь последствия он верит в последствия как прямой результат действий спрашивает не приходилось ли тебе задумываться о свободе и о том обладает ли ею кто-либо из нас на самом деле самостоятельно ли ты принимаешь решение или выступаешь как пешка судьбы вот так рад это слышать хотел бы он быть также уверен насчет себя удивлен что мир выживет но рад это слышать он еще столько всего не изобрел поражен как отчаянно ты борешься за то чтобы мир выжил ну да думает что с твоей стороны очень умно заключить союз с миром да они яркие ребята думает что в разнообразии их сила фьють говорит что тебе стоит отпустить прошлое поэтому он и возится с октоподом но люк заклинило и нужен большой крутоверт чтобы его открыть давай схожу он не может покинуть прибойную фабрику так что тебе придет он нашел его выброшенным на берег неподалеку и попросил помощью гизма чтобы оттащить его сюда и починить таксонол возможно запускал его вниз под гладь чтобы увидеть что за ужас они там натворили далеко только блядь а подальше то не было это где вообще ну значит пойдем отсюда самая близкая точка когда светло видно гораздо дальше понятно вообще на самом деле какой-то я обзор смотрел что ли типа я согласен что сценарий писал пятилетний ребенок но самая игра по замороченности не для ребенка хотя такое ощущение что я составлял ребенок хочу едет и чтобы он летал и чтобы он стрелял и мечи у него были как же там баба ланс старый дом там может быть что-то ценное где вот он можно забрать день вот это убойность вы же так далеко не заходите алю еще не все солнечный ожог теперь все тогда вы качнем уровень и качнем типа ты умеешь двигаться ловкость да спасибо да спасибо жилет сафари зона завершена отлично тоже чит ты рычешь ебать с лому я понял он такой этот брутальный мы здесь вышли что на крепко держишься за зверюгу отлично это хата 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 вдруг там что нибудь есть ебанулись что ли совсем алёк наху хата хата валим отсюда где мою задать хата хату блять чувак на бочке на меня наехал я хотел в одного этого там мечника пострелять то сейчас опять какой-нибудь бункер да ну видишь я как и говорил вот вообще по идее если бы не то не не такое огромное расстояние мы бы давно уже обнаружено кирпича дня и вроде не совсем пустая мы бы уже давно закончили нехорошо показывать пальцами но тут рядышком меха стадион пальцами куда на стадион на людей неприлично показывать пальцами что есть давали бы с них какой-нибудь нормальный лучше были за жевачка нахуй такс ну заодно я думаю что и залутаемся здесь ну вот и шапочку бета сменил что меняет не вставляет их почему-то вот эти улучшать нельзя а мы вокруг обошли вот понял вот еще под лестнице ничего никто не прятал нет места не нужны нужная шапка и заканчивается точно не открыто так что ли ну ладно там кто-то лежал и чемодан так и за дополнение все хорошо ух ничего себе рука выровни переключатели чтобы они совпали осталось всего пара ходов собери хорошо теперь напряжение хватит чтобы запустить приводы и активировать каркас а миха пол а вот это что такое ездовая штука подожди уку осматриваемся вот видишь и чё-то одно мы опять просмотрели где-то в кустах может валяется и так надо ослабить болты но так чтобы его не беспокоить ослабил чё и чё зачем нам и трубка все круто верт у тебя будем надеяться что это превратит хватающую руку в руку помощь это уникальный транспорт настоящее чудо техника и мыслью у него даже есть встроенное оружие темнеет тебе уже страшно нет не страшно но выглядит это забавно смотри он двигается ключ у него заводится его скум пальцем дерется ладно давай перемещаться блин забавно я кстати мне кажется видео на скриншотах я думал это какой-то прикол а оказалось нет вполне вполне себе транспорт да он правда медленный наш этот побыстрее будет но он может воевать дару нет что тебе смазку найти он раньше думал что справиться с одним крутовертом но теперь понимает что грубой силы тут недостаточно нужна какая-то смазка смазочно ну он хотел сказать смазло такое жирное чтобы намазать петли люка он не спорит с очевидным шерсть у тебя просто сияет чего он говорит что люк откроется если сбрызнуть его маслом проблема в том что нет масла он точно знает что его старый друг тутук всегда держит свои масленки полными до краев наверняка одну у него можно одолжить и мне за ней сходили просит тебя поскорее вернуться к нему с масленкой тенафырк объедает кору древа с каждой минутой все больше давай говори про тенафырка достаточно велик чтобы создавать волны под гладью что само по себе непросто однако у него еще и прочный панцирь так что тебе придется целиться в голову но это легко масленка сколько тут тысяч километров блядь две тысячи метров мы сейчас с тобой здесь быстренько бегнем может быть что-то где-то здесь валяется вот и дверь запертая нет не запертая существует карма мир меняется и мы меняемся вместе добыча полезных ископаемых привела к массовой вырубки лесов и росту глобального потепления поскольку без деревьев природа не могла поглощать выбросы углекислого газа и препятствовать возникновению парникового эффекта это необратимое изменение климата также внесло свой вклад в эволюцию и модификацию нашего генома а так ведь деревья же есть а и или их не было ладно хорошо переместиться ой хорошо перемещалка то есть блядь так это получается босс черепаха но я думаю что в следующей серии мы его осилим ну или через серию я думаю что здорово поехали мне похер что она медленная просто это просто это весело выглядит а ну-ка для темного неохота заморачиваться может быть потом давай беги быстрей у тебя одна скорость от чего это рука или это просто рука почему у этих таких стран вот и конец пути спорим тутук здесь поблизости почему таких довольно таки странных предметов нет описание кучу упругих резинах ломен хорошо что валяется так мне нужно перемещалку тутук для чувак дай маслян в 1 будущее в твоих руках позаботься о нем посмотрим тыкс прежде чем с ним поговорить посмотрим что здесь внутри есть здесь наверняка что-то до глобус нужно вращать координатные ручки на круглой земле осталось всего пара ходов собери так так не понимаю бля как отработает так еще раз вращать координатные ручки на круглой земле давай просто вот их подгоним и все не получится подогнать координатные ручки на круглой земле так получается вот так серьезно и чё просто просто собери еще еще три штуки помимо этой допустим допустим а что тут много всего мигает а ничего нет 26 нахуя столько вот смотри все мигает и тут еще что мигало а это перемещалка так лестница наверх в бочке ничего помимо лестницы наверх еще может быть подвал где-нибудь для короче ничего толкового здесь нет шапка ты чё нить видишь я нет мы залезли на крышу а здесь прям чё залезть туда до конца нельзя веревка есть вниз соответственно можно залезть наверх как так уже знаю да а короче здорово дай масленку знал что когда-нибудь ты доберешься до него ведь для этого просто требовалось двигаться по железной дороге ой ой простите удивляется как можно не любить правила и рельсы они не дают сбиться с пути и всегда приводят туда куда нужно говорит что рельсы привели тебя куда надо но на путях тоже есть развилки вопрос в том продолжишь ли ты свой путь или поищешь способ перевести стрелки похоже ты уже на правильном пути он надеется что ты не свернешь на темную дорогу не куда бы ни лежал твой путь знай что рельсы не могут заблудиться главное не сходить с них интересуется приходилось ли тебе жалеть о выбранном пути в жизни мой путь самый верный ему нравится твоя уверенность ты как чух-чух идешь прямо по рельсам никуда не сворачивая похоже что мир выбрался из ямы и снова выруливает на ровную дорогу от всей души благодарит тебя за то что тебе удалось развернуть этот мир как чух-чух на рельсах но не стоит отклоняться от маршрута он удивлен что кто-то забрался так далеко но иногда даже сев не на тот поезд можно оказаться на нужной станции как видишь он не собирался останавливаться здесь но ему пришлось и теперь он рад тебя видеть он говорит его зовут туту да мы бля знаем прикинь он сбился с пути когда мир начал умирать но приучился видеть что-то хорошее в любой ситуации думает что это хорошо однако все пути в этом мире уже проложены он убежден что наша жизнь катится как по рельсам и мы не должны с них сходить даже если они проложены не нами однако на сей раз он немного сбился с пути и ему нужна новая гайка бабочка чтобы вернуться на рельсы такие гайки легко найти они прикручены к передним чучухам самое сложное это открутить их и он счастлив что ты поможешь ему с этим говорит что когда-то был прямолинеен словно рельс прямо как ты сейчас но двигался вну че еще 150 тысяч километров да так оно есть ладно на этом мы на сегодня закончим продолжим уже в следующей серии плейлист игры будет в описании подписывайся на канал и на паблик вк делись видео со своими друзьями ставь лайки и оставляй комментарии до следующей серии друзья всем пока пока